Шарковщина может застаться без клича родимы. Такую назву мая мясцовая районка. Вядома сайт застанется, але який зяго толк? И сайт, и паперовая газета сгубили свое основное призначение поднимать проблемы и спрятать их развязанию. За польским часом у межвоенный период свою газету Шарковщина немела, але часто трапляла на першые сторонки Веленской газету. И проблемы развязывались. За советским часом газета не шмат писала о проблемах, критиковала тех, кого дозволяло начальство, деяк и тепер без меры хвалила гэта самая начальство. А для советского человека информация у газете была негаловна. Газеты выконывали шмат инших важных функций. Ими застилали стол, у их загортвали ежу, с газеты крутили самокрутки, робили корки для бутылек с домашней горелкой, с допомогой газеты проверали мозг этой самой горелки, робили кульки для цукерок, у солнечный день газеты иратывались от летней спеки, ее и обклеивали стены, с допомогой газеты мыли графины, шибы, и шматыш седзеяна выкаристовывалася. А главное, газеты заменяли туалетную паперу, якую той час просто не было. Теперь у всей этой функции газета сгубила. Кому, видать, и помирая? У яким выгляде она будет исновать, пакуль не вядома. На початку крысовика целая нарада районных идеологов и редакторов газетов пришла у глубоким. Али так толком ничего и не вызначила. Тито некальки районок объеднать у холдинг, модное теперь слово. Тито это просто будет укладыш в областную газету. Тито еще нет. Разом с газетой помирая в весь Шарковщинский район. И его уже не вырытуют ни сайт, ни начальство, я кое-то и сайт, что джон нахвалить. А еще, пошним часом, газета мощно русификается. Не узыбавя, да и застанется только логотип, ключ родимый, який може змяниться назов родины. А лепш назев родины, який кончатково праглыня Шарковщину разом с районом. Змитер Лупач, Белсад.